Здравствуйте. Меня помните еще? Конечно. Филипп из Дании. У вас нормальная опара работает? Не будет прерывать? Да, вроде бы нормально. Я напоминаю, что у нас записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Я не против. Игнатий Тихонович, я хотел вам сказать, что я буду сейчас критиковать вас. Меня не обязательно, чтобы вы выставляли в интернет, потому что это к вам относится лично. Смотрите сами. Как решите, так и будет. Не только критиковать, где-то в какой-то степени. Можно? Говорите. Вы уж меня простите. У вас младше, наверное, почти на полвека. Вы пришли по делу. Вам нужда есть прийти? Ну, я хочу вам кое-что сказать. Договорите. Время не теряйте. Оговорки они еще не дают. К делу переходите. Да. Слушайте. Обычно принято говорить сразу плохое. Ну, как плохое. Такое. А потом хорошее. Ну, я сразу вам хорошее скажу, а потом плохое. Я что-то так хочу. Я слушал вот ваших обличителей. Вот это вот Дудин. Ну, на радио, может, вы знаете. Ну, я не полностью слушал. Ну, как-то там работал, включил, я себе скачал. Они там вас, как бы, на вас там вот этот, они же фокусируются на гуруизм и там всякая еще другая ахинея там, что вы там что-то неправильно делаете. А я для них сейчас скажу частично. Вот я когда учился в институте, и у нас, как бы, вместо физкультуры была борьба там в одной. Меня взяли, ну, по размерам. Я, конечно, не очень там сильный борец. Ну, меня взяли из-за размеров. И было два тренера у нас. Один такой, ну, жесткий, он сам был борец хороший, а другой мягкий. И они, как бы, да, между собой у них там чуть-чуть, ну, были какие-то непонятки. То есть жесткий был такой характер, скверный у него. И он, как бы, ну, он, как бы, хотел, то есть результатов этого. А как бы на людей он не очень там, ну, смотрел. Какие там, ну, психологию такой он требовал. Там, кому-то руку сломали, он посмотрел там, о, да. И даже там к нему, ну, все, забрали, унесли там, ну, все, выбыл он там из строя и все. Ну, в общем, такой себе был человек. А тот мягкий был, как бы, друг всем там, все его любили. И этот, ну, я попал к жесткому. Ну, и получается, что результаты института давали люди только те, которые были вот этого жесткого тренера. который, то есть, ну, понимаете, да, давил на людей, там, все. Ну, то есть победы для института только он приносил. А тот, так, к нему там ходили такие расслабленные, друзья там для себя занимались тому, второму тренеру. То есть это, что можно провести параллели с вами. Ну, то есть вам нужен результат. А то есть ваш результат, он, в принципе, там, близкий к ста процентам, если все делать так, как вы говорите, ну, в плане спасения. Ну, а там уже как получается или не получается. То есть этим вашим очернителям я хочу сказать. Ну, то есть, ну, а второе, уже дальше сейчас я вам чуть-чуть прочитаю. Я прочитаю, вы простите, что я говорю. Так, это я вам сейчас кое-что прочитаю. Это уже что касается, как бы я заметил. Ну, я не знаю вас, что есть, но я лучше... Еще у меня сегодня мысль посетила, что вот эти вот обличители, они, если они движимы, ну, не добрым, не божеским духом, то есть без любви, ну, то есть, конечно, врагом. Соответственно, они даже вас будут в чем-то обличать, как говорят наши обличители, наши друзья и все такое. Ну, враг, он тоже, я не думаю, что он будет натравливать, чтобы обличали то, чтобы человек исправился. Ну, вы понимаете, чем я. То есть они фокусируют на том, что, на самом деле, не очень-то и важно. Ну, то есть не только для того, чтобы раздражать и людей от вас отвернуть. Ну, для вас оно не... Потому что у вас, в принципе, гуруизма нет. У вас просто, как бы, вы по возрасту старший и много... Ну, как бы, самый эрудированный, там, начитанный, опытный. И, как бы, поэтому вас слушают, там, а не то, что вы так хотите. Потому что гуру они там знают часто мало, там, на одном сфокусируются и гнуть свою линию. Поэтому я не думаю, что вас... Ну, и харизма, конечно, у вас огромная есть. Ну, вот из Игнатия Брянчанинова. Можно, я вам зачитаю тут немного? Можно? Считайте, считайте. Да. Так, если... Блаженна душа, которая сознала себя... Ну, я думаю, вы знаете это, но я всё равно зачитаю. Себя в полнении достойной Бога, которая осудила себя как окаянную и грешную. Она на пути спасения. В ней нет самообольщения. Напротив того, кто считает себя готовым к принятию благодати, кто считает себя достойным Бога, ожидает и просит его таинственного пришествия, говорит, что он готов принять, услышать и увидеть Господа, тот обманывает себя, тот льстит себе, тот достичь высокого утёса гордости упускает. Туда не спадают все возгордившиеся над Богом, дерзающие бесстыдно признавать себя достойными Бога. И вот этого самомненья и самообольщения говорят Богу. Глаголи Господи, як ослышит раб Твой. Услышал воззвание его Господа юный пророк Самуил, и не признавая себя достойной беседы с Господом, предстал своему престарелому наставнику и спрашивая у него наставления для своего поведения. Услышал Самуил во второй раз тот же призывающий голос. Наставник понял, что голос призывающего был голос Божий. Повел, повел юноша, когда он услышит подобное призвание, отвечать говорящему. Глаголи Господи, як ослышит раб Твой. Тоже дерзает говорить сладострастный, но надменный мечтит, никем не призываемый, упоенный числовным мнением, сочиняющим в себе гласы и утешение, ими льстящий надменному своему сердцу, ими обманывающий себя и легковерных своих последователей. Ну, всё, дальше я не буду читать. Ну, я как бы, ну, вроде бы вы такое говорите. Вот если я слышал иногда глаголи, а может быть, это мне как бы показалось. Я не уверен, потому что это нужно найти конкретно, вот это вот видео ваше. Просто на самом-то деле, вот я для себя что подумал? Ну, вы, да, вы там избранный, например, как бы Богом человек, судя по тому, что вы говорите, там, с детства, например. Ну, я, например, в какой-то степени тоже себя считаю избранным, потому что, ну, это была благодать, и я ничем, ну, её не заслужил, вот просто, что мне дана была вера, вот так, как я считаю. Ну, как бы, с другой стороны, я к людям, у людей, я смотрю на людей, и я, у меня как сразу, ну, сейчас упало такое, чтобы требовать от людей то же, что есть у меня, потому что это было мне как бы бесплатно, потому что я даже, ну, вера дана была, но я даже там исправляться начал только там постепенно, там, и то не исправился до сих пор. Ну, то есть, требовать от людей то, что есть у тебя, например, так как она мне была дана, вот я считаю, там, частично чудно, ну, я не могу сказать, что вот ты не веришь, там, вот так, как я, потому как, ну, она, я получил её как-то просто так, например. Ну, это, это и есть такое. И что, можно вам кое-что зачитать? И больше, ну, я не буду зачитывать, у меня вот две книги, из Паисии я ещё хотел вам немного зачитать. Разрешите? Ну, я всё разрешаю. Говорите. Да. Ты свободный человек. Так, сейчас, чтобы не всё читать. Вот. Как-то раз я спросил одного человека, кто ты, воин Христов или воин Лукавого? Знаешь ли ты, что у Лукавого тоже есть воины? Христианин не должен быть фанатиком, ему надо иметь любовь ко всем людям. Кто без рассуждения кидается словами, пусть даже и правильными, тот делает зло. Был я знаком с одним писателем. Человек, он был очень благочестивый, однако с людьми мирскими говорил языком грубым, доходившим до глубины души и сопрясавшим их. Однажды он говорит мне, «На одном собрании я сказал одной госпоже то-то и то-то, однако он сказал ей это так, что искалечил её. Он оскорбил её перед всеми. Слушай, сказал я ему, ты бросаешь людям золотые венцы с алмазами, однако швыряя их таким образом, ты проламываешь головы, и не только слабенькие, но и крепкие. Давайте не будем по-христиански, в кавычках, побивать людей камнями. Кто перед другими обличается грешившего или с пресс-страстием говорит о каком-то человеке, кто движен духом не Божиим, но и иным. Церковь действует посредством любви, а не так, как законники. Церковь смотрит на всё с долготерпением и стремится помочь каждому, чтобы он не натворил, каким бы грешникам ни был». Это Паисий Святогорец. Почему я вам вот это решил зачитать? Я вот видел вашу беседу по скайпу с одним парнем с 16 лет, ну вы, наверное, помните. Вы, мне кажется, к нему отнеслись с осторожностью, как-то с недоверием, что вам не понравилось 15 или 16 ему лет было. Он там сказал вам о блуде своём, вы его там достаточно жёстко, ну я так думаю, тем более для него, например, для этого юноши, там что-то ему сказали, сказали «звони только с родителями», он начал плакать, ну вам там настало его жаль потом чуть-чуть, вы как-то мягче стали с ним говорить. Ну мне вот это как бы, мне его было жаль и не понравилось. Я вот как-то читал вот Паисия, я нашёл, и мне показалось это похоже, ну то, что вы тогда с ним сделали. Потому что вы живёте в общине, ну вы, я не знаю, в курсе или нет, ну как у нас всех молодых, это всё было, все мы уже, ну как бы, практически сломанные люди, и тут без благодати нам никак, ну как бы не в церковной среде родились, жили там до определённого времени. Ну, то есть сразу всех исключать и погибель отправлять, ну это как бы чрезмерно чуть-чуть. Игнатий Тихонович. И ещё хотел вам сказать, что Максим Степаненко, вот он вам звонил, я вот уже слушал, он вам так рассказал, всё там, ну, хорошо там, пусть этот, но я его читаю, там некоторые статьи попал, случайно, я его специально не искал. И вот он так же там, всё, ему пишут письма, и он уже как там, как священник уже людям там рассказывает, там так рассказала там, что-то ему позвонил, всё там, ты блудник, у тебя счастья не будет, ты блудница, или там твой муж блудник, всё, разводись там или не разводись. Вот такой он как-то тоже жёсткий, я его сразу думал нормальный, он как-то вообще, ну смеет он такое людям, вот конкретно давать вот эти такие, ну, то есть как-то, я ему написал как-то, я говорю, что, мол, был бы ты Игнатием Лапкиным, то есть там тебе ещё простительно, ну, было бы, ну, а ты вообще как молодой, там, ну, борода, да, ну, он не старый, ну, даже, я думаю, средних лет он человек, ну, то есть, надо как-то, чтобы, может, и вы ему что-то такое сказали. И ещё хотел что-то сказать, ну, забыл, может, вспомнил это. Если вы хотите сейчас, ну, как бы, ответить, я послушаю, потому что я ещё хотел у вас спросить по поводу, там, вот, великой блудницы, я чуть-чуть там подискутирую, буквально 5-10 минут, если вас послушать. Ну, если вы хотите, я что-то сказать, я хмул на то, что я вам сказал. У вас Библия далеко? Да вот, рядом. Открывайте, пожалуйста. Давайте. Послание апостола Иуды. А, это маленькая. Одна глава. С 20-го стиха прочитайте до конца. Это сразу после Деяния, да, должно быть? И после Деяния Якова идёт, а потом Петра, Якова и Иуды. Перед римлянами. Да, да. Сейчас. Есть. Какая 20-я? Да, с 20-го стиха. А вы, возлюбленные, назидая себя в святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса и так для вечной жизни. По порядку начнём. Дальше. Вот говорит, назидать нужно себя на святейшей вере. Не на выдумках, не на преданиях, не на мертвечении, а на святейшей вере. И эта вера называется не тысячу лет принятая Россией князем Владимиром, а та, которую Христос оставил апостолом. Это первая, на святейшей вере вашей. Это в первом веке он пишет. И молясь не просто стоять и креститься, а стоять, но молясь Духом Святым. И вот дальше, если вот это у нас есть, первая строчка, дальше будет понятно. И всё, что говорили, это сразу выяснится на другом свете. Вы согласны с первой строчкой? Ну, и как я могу быть не согласен с чем-то, что написано? Я спросил, поэтому... Так, дальше считайте. 21 стих. Сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. В какой любви? В Божией, не в человеческой. Сегодня о Божьей любви мало говорят. Бог никого не наказывает. Я говорю, а кто потоп сделал? Иоанн Златоуст говорит, Бог. Все до одного младенца погибли. Кто Содом и Гомор сжёг вместе с маленькими детьми с грудными? Бог, имя которому любовь. Любовь Божия, она открывается не всем. Сегодня батюшки любви. Вот в одну строчку запишите когда-нибудь, без пробела. Всех люблю, никого не осуждаю. Это батюшки так называется. Всех люблю, никого не осуждаю. Ну, да без пробела, одним словом. Вот они такие. Это прямая дорога в ад. Да нет. Я бы не сказал, что они такие. Но я говорю, ну, как бы, что ли? Дальше, читаем. Сохраняйся в любви Божией, только себя. И тогда, как поступить? Нужно ожидать милости от Господа Иисуса. Давайте рассмотрим. Двадцатый стих, считайте. И к ним будьте с рассмотрением. Рассмотреть надо. Достойно этого или нет, или подождать. И дальше? А других страхом спасайте. И, строгая из огня, обличайтесь же со страхом, гнушаясь даже одеждой, которая свернена плоти. Как вы понимаете этот стих? Поясните. Ну, если с рассмотрением, то одних, если ты рассмотрел, что они могут как бы еще исправиться, то нужно их обличать. А других, наверное, даже не нужно уже. Даже одежды, гнушаясь, в одном месте на вешалке не должны висеть. Потому что одежда свернена плотью. Речь идет о блудниках. И с этим мальчишкой, 15-летним, мы об этом и говорили. Я знаю, как разговаривают. Ко мне под язык еще никто не залез. Прежде чем с ним разговаривать, я провел время перед моим Господом. Как разговаривать с ним? С ним разговаривали ласково. И вот его довели до этого состояния. Любвисты. А мои слова подвигают его к тому, что он больше никогда не вернется. И вот это я понимаю, кто подходит. Это особый дух подходит. Любви. Чтобы загнать в ад, как Златоуст говорит. Это хитро прикрытая яма со штырями, как зверей ловят. А сверху мертвой лапой делает следы, чтобы зверь шел, не видя, что тут яма, то и рухнул туда. Поэтому говорят, а да нет, мучения не вечные. Сегодня прям открыто проповедуется. В Библии об этом разговора нет. Написано, одни пойдут в муку вечную, другие в жизнь вечную. Евангелие от Матфея, 25 глава. Мы можем понимать, как угодно, но это в одной строчке стоит. Дальше, 24 стих. Могущим уже соблюсти вас от падения и поставить пред славою, своею, непорочными в радость. Так, смотрите, могу... Подождите, вот этот стих. Значит, он может соблюсти, когда мы страхом спасаем, и сторгая из огня, Да там ни на что не смотришь, ты рвешь его. Чтобы вырвать, и сейчас балка рухнет. Из огня. Вы просто, если были когда-то... А я был командир пожарного отделения нефтебазы. Я знаю, что такое пожар. Когда пламя рвется на 50 метров, все вокруг трещит и горит. Это невозможно. Специально... Ну, представьте, международная база нефтезаправочная горит, если... Что есть? Со страхом спасайте, гнушаясь даже одеждою. Они этого ничего не знают сегодня, священники. Они сбивают людей туда, вниз. Почему? Иоанн Затаут говорит, большая часть священников погибает. Вот 10 стоит, минимум шестеро в аду будут. А из этих шестерых... Я закончу. Я в этом закончу. Вот. Из этих шестерых ни один сегодня не сознается, что он поступает неправильно. Вот эти стихи, они даже не берут во внимание. Вообще не берут. А они укорачивают. Все под себя подделывают. Я говорю, почему Малахию не читаете? Малахия. Вторая глава и третья. Господь говорит, вы благословляете, а я прокляну и уже проклинаю ваше благословение. Это слова, которые нельзя произнести, чтобы не упасть в слезах. Говорит священникам, прямо впереди написано. Они машут рукавами, а Бог говорит, я проклинаю. Феофан Затворник говорит, человек, священник, говорит, я благословляю. А Бог на небе говорит, а я не благословляю. Скажите, что будет утверждено на небе? Тут не надо даже упрашивать. Но они этого не понимают. Люди одурманены вот этим благословением. А кто благословил? Стали молиться, а кто благословил? На благовестие, а кто благословил? То есть они взяли власть в гордыне, несмирении своем, выше Бога. Бог на это не благословляет, на этот смрад, они благословляют. Причина развода только одна. 19 глава Матфея. Если так, прелюбодея и прочее. Сегодня 12 причин сделали. В одном храме венчают при нескольких живых женах. Мы что, должны это одобрять? И они венцы-то не надевают, над головами держат. Я призван это сказать и обязан. Господь сказал Еремии, не малодушиствуй. Если ты не скажешь, я поражу тебя, я должен это сказать. А теперь читайте дальше. Он может соблюсти и поставить перед славой своей. Какими? Очищенными, непорочными, и притом в радость. У них этого ничего нет. У грешных грешных многогрешных. А Павел говорит, желаю разрешиться быть со Христом. И называют святыми своих. Они не знают радости и искупления в крови Христовой. Это ложные, фальшивые христианства. Они говорят, гуру, гуруизм. А ты посмотри, в словарях, что означает гуру? Это учитель, который все дает для своих учеников. Они думают, произнесут это слово, и этим оскорбят. Нисколько. Самый главный гуру был это наш Христос. Он так и говорит. Дальше 25 стих. Закончите. Единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Вот здесь можем примером пять проповедей сказать. Откуда мы начали говорить? Назидая себя на святейшей вере. Вот тогда единому премудрому Богу, слава Спасителю нашему, будьте милосердны, с рассмотрением будет слава, страхом спасайте, будет слава, и все остальное к этой строчке подходит. Вот, дорогой мой, в чем дело-то. А что они говорят? Они отвечают за свои слова, а не я. В Писании говорится так. Но знаете, был среди вас пророк, чтобы они вспоминали. Я не пророк, повторяю десятки раз. Но я сказал, что написано в Священном Писании. Я вас никуда не отсылаю к Святой Библии. Пожалуйста. Да, это вернуться вот этим вот на радио. Ну, я как бы слушал несколько дней назад уже, и что там, ну, половину где-то, дальше не слушал. Ну, они как бы, мне кажется, что вот, во-первых, вот так послушать этих людей, там единственное, что они, ну, не единственное, там, наверное, есть зависть. Вот они, ну, без харизмы люди. Поняли? Из харизмы стали священниками. Ну, как бы, это, конечно, не грех, но, может, они где-то и завидуют вам, вот ваши харизмы. и этот. И там, вот, если я не знаю, согласны ли вы со мной? Потому что это только у меня сегодня, ну, я слушал, ну, посетила эту мысль. Так как вы раньше говорили, вот там, невзоров тот, тот, а потом я думаю, ну, если он движен нечистым духом, значит, он и будет обличать, не фокусироваться, ну, не там, где самое важное для человека. То есть они, если у вас что-то есть плохое, они вряд ли, ну, как бы, не то, что плохое, но что следовало бы исправить, они вам вряд ли будут вас в этом облить. Сейчас, понимаете, что я хочу сказать. Или нет? Вот вы сказали про невзоров, потому что, надо по порядку сказать. Когда я был в Москве, и были священники, я говорил, мне представили слово, при том я, это не в храме говорилось, а в трапезной. В храме я уже сказал слово, облеченное в подрезник. И вот, я говорю, вы бы сделали так. Не так, как патриарх сказал, что если где невзоров выступает, вы там не будьте, уходите. Невзоров заходит, священники там, Чаплин, они соскочили уходить, а в интернете пошло, какая харизма большая, у невзоров, эти черные демоны-то как выскочили. Они что делают? Это ни в коем разе нельзя было делать. А что нужно сделать? Я говорю, собрали бы сами хороших своих священников, хорошо побеседовали между собой, а потом пришли бы к невзорову и сказали, Александр Глебович, вы все-таки в семинарии учились, такие у вас знания, выскажите нам наши недостатки. Попроще, они должны были сказать наши мерзости. Он об этом говорит. И мы это запишем. И там мы в Синоде все обсудим, и что в соответствии действительности мы постараемся исправить. И мы вас очень благодарим, потому что враги нам лучшие друзья. И вот что я советовал. когда вот эти прессовицы прессали в храме Христа Спасителя, они делают все наоборот. Казаки пришли плетью, там их лещут, встречают там, что делать. Их трогать нельзя было. Оскверена плотью это блудницы. Храм нужно было закрыть на три месяца. Это Библия говорит. И молиться. Молиться о них, о себе, чтобы патриарх был три месяца, день и ночь, чтобы непрерывная молитва. И вся Россия обратилась бы к ним. А так, попы, смотри, какие мстительные. Что они сделали? С детьми разлучают. Они остатки людей против себя возбегли. А эти люди говорили, круши кресты, спасай Россию. И там девки раздетые пилят и пилят, кресты только валятся. Они вообще не понимают обстановки даже. Почему? Потому что не с Богом. А если бы с Богом были, они бы искали, кто им скажет. В моих словах они не найдут ни одной запятой, где бы я говорил не до славы Божьей. Они привыкли говорить так, и народ ничего не знает. Вообще ничего не знают. Те слова, которые я говорю, они трогают людей. И я им могу это показать на деле. Я им рассказываю. Я обязан это сказать. Они меня распорочат. Допустим, где-то я представляю данные и показываю. Вот смотрите, вот справка. Это не так. Он говорит, я там в эти годы-то сидел. А я показываю. В это время я служил в Советской армии. Я обязан показать. И служил не просто где-то, а в ракетных войсках и в подводном флоте. Не придурок какой-то, как Дворкин был. Шизопренник там, наркоман. Я должен это показать. Должен. И Павел о себе говорит. Я парисея от парисеев. По правде законы не порочные. Я более всех их страдал. Он перечисляет и перечисляет свои. Почему? Яков говорит, покажи веру без дел твоих. А я тебе покажу из дел моих. Показать надо. Город на вершине горы не может укрыться. Павел показывает. Я показываю не из-за того, что мне надо, а я просто должен сказать, что кого они обольщают, обманывают, должны увидеть. Они, как всегда, лгут. Я вот и показываю. И вот если они желают узнать, как поступить, я говорю, выпросите у Бога этот ответ на коленях. Выпросить. Они вообще этого не понимают. Даже когда я говорю, выпросите у Бога ответ. Да кто вы такой? А у них нет живой связи с Богом. Они не знают этого. Вот он выступает против меня, который там где-то, а я еще утром, рано, еще ничего у него не было. Я уже говорю, вот такой должен выступить. Он должен сказать, мне уже Бог открыл это, и для меня ничего в этом тайного нет. А с чем заканчивается? Я сразу о нем начинаю молиться. Прости ему, Господи, он не знает, что делает худо. А какими я словам сказал, мне под язык залазить не надо. Я знаю, другие слова на них не действуют. Им как раз нужен вот этот треск терновника, чтобы они увидели, где они находятся. А трогает это. Я могу сказать то, что ни одного не было. Меня вызывает раз за разом беседовать в тюрьме начальник тюрьмы полковник Соломин Александр Семенович. И теперь я звоню, умер по-христиански. Следователь краевой прокуратуры меня допрашивает. Идет, теперь принимает крещение с полным погружением. Я могу показать, что то, что делает Господь через меня недостойного, грешного, супергрешного, они даже не слышали про это и не верят. Их задача опорочить. Силы князя Бесовского, Вильзевула. Это говорили на учителя моего, так говорили, на апостолов, эти всесветные возмутители пришли сюда. Они ничего не говорят, истина, все лгут. Я цитирую слова Деяния апостолов. И я рад, что я вхожу в строку с моим учителем и с моими предшественниками. И мне это радостно. Если бы я был как они, мертвый, они бы меня не трогали, они бы не задевали даже. Но я трогаю самую сердцевину. И я им задаю вопрос. Простой. Скажите, в царской России, в России были евреи? Конечно, были. А у них были или нет синагоги? Да, были. А царя было повеление, чтобы ломать синагоги евреев там, сжигать? Да вы что? Да никогда. Хорошо. А мусульманские мечети были? Были. А много мусульман? Много. Их преследовали? Нет. Дальше. Буддисты были, да, пагоды стояли, преследовали? Нет. Почему гнали только старобрядцев? Что они соглашали наступить в умереть, сжечь сами себя, по тысяче человек сжигали. Почему гонялись за ними? И ни день, ни два, фактически 200 с лишним лет. Почему? Природных граждан, которые держали ту веру, которую князь Владимир принес, за что они их гнали и убивали? Рубили пальцы. Ну, смотрите, сейчас фильм «Раскол» показан Николая Достоля. Почему? Потому что они изнутри показывали, какие они вероотступники, эти не коньяни, а сегодня сергианцы. Это делаю и я. Другой причины никакой нет. Это зависть и то, что они видят, как огонь разгорается под дни. Они все потеряли. А я хочу, как Небзоров говорит, не хочу, чтобы попов вниз головой с колокольня опускали. Я хочу, чтобы они вовремя опомнились. А они еще semblятся. Небзоров так говорит. Я не хочу, чтобы попов вниз головой с колокольня опять спускали. Что они делают? На машинах давят их. Пьяных из машины вытаскивать. Вчера только показали по телевизору сколько этой мерзости. Гомосексуализм как развит. Да, Андрей Кураев все сказал. Я-то хочу, чтобы этого не было. Я внутри церкви. Я говорю это им. А они объявляют меня врагом, чтобы никто не слушал. Они чужие люди, без веры. Они просто пришли со стороны. Их называет апостол Павел. 20 глава, 29 стих. Лютые волки, нещадящие стадо. Которые говорили, будут превратно, чтобы увлечь за собою. Благослови, батюшка, благослови, батюшка. А то не причастит. Они Бога не знают. Они исказили веру. Они не кресят правильно. Все таинства искажены. Оглашенной из идите нету. Никакой, не то что строгости. Вообще ничего нет. Через порог любой заходи, любой выходи. Этого нигде нету. Ни в одной религии. Ни в одном государстве. И сегодня еще миссионерские отделы. Самое опасное. Это цензорские отделы, миссионерские. Этому нельзя научиться. Тебе как, дано или не дано. Вот. Литературный институт был один за всю мировую историю только у русских, у советских. Как научить писать? Нигде этого не было. Киблиг-Воен никто не учил. Он не заканчивал ничего. И Ломоносова никто не учил. А откуда он узнал это? Есть или нет? И поэтому на миссионерство нельзя научить. Это должен быть жизненный опыт. Смирение, крутость, воздержание, молитва, пост, милостыня, щедрость. Это все должно быть в нем заложено. Как там в Бурятии был очень популярный Спиридон. Он среди заключенных. И вот он однажды проповедовал православные, простинодальные-то. И вот там ламы собрались, ну, как священники буддийские-то. И он им все рассказывал. И тогда один лама встал, они очень ученые, и говорит, уважаемые, вот, у нас вера хорошая. И вы нам рассказали о другой вере. Вот если бы люди верили по-нашему, они бы спали спокойно. А если верили по-вашему, вот как вы рассказываете, они бы вообще не спали. Они бы день и ночь ликовали и молились Богу. Но скажите, почему наши жены были с нами, дети слушали с нас. Мы радовались, что проводят железную дорогу. Но вот провели ее. Дети наши запились и помирают. Жены стали болеть какими-то страшными болезнями. Носы у них проваливаются. У вас рот в крови. И вы нас учите. Я, говорит, как пришибный гром, он кое-как встал, добрел на лошади, у него сухари, там два мешка, он ездил по этим, по своим там, по улам-то где. Кое-как, говорит, добрел, на коня не мог залезти. Добрел до леса, упал, и до вечера, до глубокой ночи плакал и плакал. Боже, что мы сделали с твоей верой? Вот это вот, они должны сказать на мои слова. У вас рот в крови, в гною, и вы лезете учить людей. Вот что им нужно сказать. Я вас не знаю, я не вам говорю, это им, которые хранители, обличители. Я благодарю вас. Им нужно живое слово, приправленное солью, солью. А Златоуз говорит, а сегодня проповедует губкой, гной размазывает, гной. Люди живут в блуде. Вот парень мне пишет, мы с товарищами пили, гуляли, сблудили, блудили. На отключении минимум 7 лет. Ну, пошли завтра, говорит, причастили, священник причастил, сказали ему. На этой неделе мы опять блудили, потом опять причащаться. Веры-то нет никакой, шалман. Кто? Разбойники. Господь говорит, храма-то нет, дома вертеп разбойников. Почему? Торговля. Это бизнес церковный. А я об этом говорю и кричу. Они меня давят, убивают. Это киллеры духовные. Я не могу быть другим. Меня Бог избрал на это. И к кому, с кем разговаривать, вы посмотрите ролики. С кем-то я вообще слова не говорю, слушаю только. Другой спросит совета. А третьему слово, которое не вмещается в них. Я знаю, с кем как разговаривать, потому что благодать Божия это открывает. Они в это не верят. Не верят? Вообще не верят. Ну и что я могу сказать? Это их трагедия. Говорите. Игнатий Тихонович, ну, я вам, чтобы вы понимали, я вам вот это вот, что зачитал, ну, у меня абсолютно вот, я, ну, как бы вас, знаете, там это не значит, что я ставлю черту, потому что я для себя все равно решил. Я лично для себя вижу вас там, какие-то недостатки. Ну, я, для меня, ну, я для себя что решил? Если я каким-то человеком, не решил, а вот увидел по опыту, каким-то человеком я сильно восхищаюсь. У нас обязательно, там, у меня потом о нем даже не то, что там просто, о меня, это бывает часто крах, ну, понимаете, крах мнения своего. если я там долго как-то кого-то там для себя, ну, возношу. Ну, то есть, я вот, например, вам это прочитал, ну, абсолютно, я вас там, собираюсь продолжать слушать, и все. то есть, это как бы, может быть, это, это я тоже, я вообще ничего стараюсь не утверждать. Уже как-то, как Мамонов, который вы не любите, как-то сказал, что, пришел к монастырю, в монастырь, там, кто-то говорит, и спрашивает монаха, а что вы думаете о том-то, о том-то? Монах говорит, я вообще ничего не думаю. Вот я у меня как-то смотрю, уже как-то уже категорически не могу ни о чем как-то, ну, если там как-то, ну, относительно все, слово там, где нужно осуждать, уже категорически даже страшно что-то говорить, понимаете, вот там, кроме каких-то уже явно конкретных догматических вещей. Что это? Давайте я вам сейчас, чуть-чуть, пять минут, десять минут дискуссии по поводу вавилонской блуднице. Я вам скажу свое, а вы мне скажите, почему я не прав. Говорите. Сейчас, да, вот сейчас я открою. Это 14-я, по-моему, да? Глава. Смотрите, вавилонская блудница. 18-18. Вавилонская блудница. Ну, вы говорите, вот я там, одних старообрядцев видел, они там, что это Москва, и все такое. Ну, вот смотрите, я как бы, чтобы не читать все, я прочитал, например, недавно, там, какие-то факты, например, о Нью-Йорке. Вот Нью-Йорк, что там сейчас 200 национальностей живет. Не так, что там приехало 10 человек, и уже, а там именно чуть ли не диаспорами, ну, то есть, в этом Нью-Йорке живут там. И самое многочисленное. То есть, слушал, Андрей, когда-то, он рассказывал, Бавилоном называлось как раз столпотворение, где все народности собраны в городе. Ну, то есть, сейчас, потом, ну, сейчас этому понятию больше всего подходит Нью-Йорк. Больше такого города нету. Потом, здесь дальше, смотрите, мы упустим вот это про зверя, и этот, вот, смотрите. Говорите, какая глава, какой стих? Ну, уже, глава 18, тут, в принципе, вся практически. Я почитаю, и воскликнул он сильно. Глава 18, со 2-го. Пал, Пал Вавилон, великая блудница, сделал с оделищем бесов, дальше так. И цари земные любодействовали с ней, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. Я работал когда-то в Шотландии, в 2006, нет, в 2002 году, и мне открыли банковский счет, и мне там какую-то там пару тысяч долларов переслать в Украину было нужно. И я платил 40 долларов банку Нью-Йорк. То есть, все эти банковские операции от свыше там тысячи или двух тысяч переводов, они все останавливаются в банке Нью-Йорка. То есть, вы, получается, тут все люди платят дань в этом банке. Я думаю, почему я в Шотландию и в Украину пересылаю и мне дают бумагу Банков Нью-Йорк там 0,5 или 1% например, они берут стабильно. То есть, все сейчас, все вот эти наши национальные нацбанки, они все связаны с банком Нью-Йорк. А дальше, сейчас я вам расскажу, почему так, я думаю. Я услышал иной голос, говорящий, выйдите, из нее народ мойло, на это пропускаем. Так, сколько славилась она и роскошествовала, сколько воздателей мучений, зато так, и восплачивают и возрядают о ней цари земные, будодействующие и роскошествия с ней, когда увидят дым от пожара и ее. Я что-то сильно сомневаюсь, что если Москва погибнет, то тут весь мир, все цари земные будут о ней сильно оплакать, потому что весь этот мировой банк, все дают вот эти кредиты и все, и все повязано. То есть, Москва, вот сейчас спроси тут каждого, тут в Европе все ненавидят эту Россию, все ненавидят, они все как-то, ну, относятся к нам, к русским, вот мы белые, да, вот такие же, нас там не отличишься, например, от датчан, они все равно, они как-то, они предвзято смотрят, они вот эта пропаганда, что против антирусской, она у них и шла очень давно, нам, один шотландец моему другу говорил, ну, это шутка там была, у меня друг пошутил, когда-то говорит, а я когда был маленький, я боялся, нам говорили, что Советский Союз на нас хочет русский с Россией друг, а он не стал там его отговаривать, он пошел говорит, да, мы хотели, Шотландия, ну, когда он этот, шотландист как-то даже обиделся, чуть-чуть, ну, как бы это была шутка, они тут все промытыми мозгами, как бы, насчет русских, они к этим черным порой относятся, ну, более-менее нормально, но я говорю, они, культура высокая, они не показывают это, но мы все это знаем, то есть, насчет того, что все будут плакать о Москве, я очень сильно сомневаюсь, дальше, стоя издали от страха, мучения говоря, горя, горя, так дальше, и купцы земные восплачут, и возрыдают о ней, потому что товары их никто уже не покупает, 50% потребления, вот мы знаем, что это США, сейчас в мире, мы в Дании продаем за доллары, не за кроны, за доллары своих свиней, ну, продавал, я когда работал, как бы, сейчас уже не этот, потом, товары мне покупают, дальше, торговавшие, сим, и обогатившиеся от нее, станут вдали от страха, мучения ее, и плача, и рыдая, и говоря, горя, горя тебе великий, город одетый, весон, ибо в один час погибло, такое богатство, и все кормчие, и все плывущие на кораблях, и все корабельщики, и все торгующие на море, встали вдали, и, видя дым от пожара, и возопили, говоря, какой город подобный, то есть, Нью-Йорк, это же порт огромный, и этот, то есть, как кто станет вдали на кораблях, от Москвы, например, и будут там говорить, что это вот, какой же там, ну, город Москва, там, разрушен, ой-ой-ой, то есть, это, скорее всего, будет какой-то портовый город, например, потом дальше, посыпали пеплом, в общем, веселились, осемцы, это так, и один сильный ангел взял камень, подобный большому жерну, и поверил в море, говоря, с таким стремлением повержен в Бавилон, великий город, и уже не будет его, ну, в море там будет ли волна какая-то, не будет, это, я не знаю, и в нем найдено кровь пророков, и святых, и всех убитых на земле, вот сейчас, например, вот же информация какая, что появляется, я, конечно, не буду утверждать, но вот, что я слышал, что вот США, оказывается, начала, ну, эти же банкократы, вот эти там, Ротшильды, Рокфеллеры, кто-то из них, вот начали они эту, затеяли первую мировую, потом вторую мировую, уже сейчас там говорят, что Гитлера, тоже там спонсировали, там, Ротшильды, начинали его продвигать, потом царя, тоже, там, они что-то там, ну, Англия вот это все замутила, с этим, с Лениным, и со всем, ну, то есть, частично они косвенно приложили руки ко всему, не говоря уже сейчас про вот этот вот, и Гитл, и все там, то есть, как-то уже там, они даже сильно уже, и не, и Бен Ладен этот, они сильно уже даже и не скрывают уже, там этого, как бы, на самом деле, ну, это так, кратко, то есть, насчет того, что там это Москва, это, ну, я слышал, что вы говорили, может, вы сейчас мне еще больше там что-то скажете, но мне, это мое мнение, это я не утверждаю, похоже на то, что это будет, скорее всего, США, ну, не США, Нью-Йорк, например, А даже сейчас, смотря на эту факту, сколько турки убили тоже, этих, наших православных верующих, тоже там резали, может, это и Турция будет уже сейчас, смотря на эту, ну, я не знаю, ее тоже сильно не назовешь таким, чтобы от нее все обогать, я все. Видите, вот у вас доводов нет, мне кажется, я думаю, мне кажется, я думаю, но это не доказательство, я вам считаю конкретно, 17 глава, 9 стих, здесь ум, имеющий мудрость, 7 голов, суть 7 гор, гор, на которых сидит жена, на скольких горах находится Нью-Йорк, вопрос, ой, ну, я не знаю, не знаете, слушайте внимательно, Москва на 7, об этом пишет Глинка, Москва 7 холмовая, Москва на 7, значит, вы не говорите, я вам подтверждаю, на 7, Рим, обождите, Рима нету, Рим уже ушел, мы понимаем, Рим имеет, любое событие имеет 3 значения, первый Рим, вот коснулись его, знаете, древний Рим, 2-й Рим, Новый Константинополь, называется 2-й Рим, а 3-й Рим, Москва, и 4-му не быть, Епифане Славенецке, с претензией на звание 3-го Рима и окончательного, только русские претендуют уже не менее пол, полтысячи лет, нигде, нигде Нью-Йорк не претендовал на это, ни разу, а у русских, это вся литература и стихотворение, и все, Москва, семи холмовая, дальше, обогатились, Нью-Йорк никого не обогатил, это грабительская страна, которая грабит все народы мира, и нефть, и все, от России все, от Москвы обогатились, все вот эти миллиардеры, все Карабиновичи, которые идут, все Березовские, это здесь, и все это в Америку, в Израиль перекачивается, это речь идет о сотнях миллиардов долларов, о сотнях тонн золота, тут даже это оказывать не надо, любому ребенку понятно, разграбленная страна, 70 лет рабы работали, и в один день сделали перестройку, и опять все перегнали, здесь один момент есть, что именно Москва, это знали уже лет 300 назад, что речь о ней идет, но один момент был, найдена кровь святых, а этого не было, и вдруг такое гонение с 17-го года, Бутова, забучено буквально все было, Москва захлебнулась кровью, так что через жертвенника она льется, в Нью-Йорке этого нет, не надо гадать, это конкретная история Москвы, и она говорит, яростным вином блудодеяния напоила народы, Нью-Йорк никого не может напоить, потому что он грабит, у грабителя одно, отдай деньги, башку шибу, и они везде лезут, а у России, это второй, третий интернационал, вот это сатанинское учение безбожие, атеизм, они везде коммунизм, везде насаждали, вот она конкретная дата, и она пришла, и теперь надо только ноги подставлять, мы пришли к этому, ну вы не верите, ну и не верьте, не верьте, но вы из Нью-Йорка 7 гор не сделаете, 7 гор, на которых сидит жена, вы не покажете, кого обогатили, а это все, весь демократически, Кубу, везде, там, Валжир, везде гнали, и гнали, и гнали корабли, а вы говорите, порт, о порте не сказано, написано, на водах стоят, а где она находится, на водах, на водах, а что такое воды, народы, племена, языки, тут говорятся, вы путаете все, народы, племена, языки, она в Москве, я не о том, я сейчас скажу, жена, который, есть великий город, старствующий над земными царями, это учение популярное было, многие ему подчинились, этому атеизму-то, и вот дальше, если этот царствует над всеми народами, значит, они его добровольно избрали, конечно, это все иудейское, это все привиление, ну, мы знаем, от кого это идет, это все сходится, ни одного пункта теперь нет, который указывал на другой город, и это Рим, первое, которое христиане были, Вавилон, понимают Рим, это Кесарий Каппадокийский, Андрей говорит, Кесарийский, Вавилон, о котором говорится в 17 главе, Рим, в то время был один Рим, а вот далее второй Рим, а далее будет третий, это третий Москва, вы не найдете, чтобы Римом назывался хоть два дня Нью-Йорк, а Москва это всеобщее мнение было, все понимали, это претензию просто в мозги уже вколочено, значит, Рим остался Римом, первый, второй, третий не имеет значения, ничего тут другого нет, она вплотную подвела к этому, вы говорите, ее все ненавидят, да, вплотную базы подошли, ракеты, недавно выступал, я не знаю, это кажется, Родионов, или Левашов, там, это Ивашов, генерал-полковник, и генерал-армия, и он определенно говорит, что это такое, сегодня на каждую ракету российскую, которая взлетает, тройная крыша, ей даже подняться не дадут, потому что для того, чтобы долетела ракета из Польши, там, или где она рядом, до Москвы, ну, уже 5 минут всего только, а до океана пока летит, у них все время в космосе летает, которая, ну, одна-две ракеты прорвутся, и это все пишут, рядом Китай, на Россию бросятся со всех сторон, ее будут рвать, даже щепок не оставят, вот сейчас ИГИЛ, что это делается, это все идет, Украина рядом, горит и дымится, не у Нью-Йорка, у России, у России, и все это на Москву, вот оно где, я вам высказал все, спорить-то я не буду, но чтобы вы знали, вот теперь начинается 7 гор, учение, это мерзость, которая пустила реку, дьявол пустит, земля поглотит, надо каждое слово брать из священного писания, толкованию на Москву не противоречит ни одно, а Нью-Йорку все до одного противоречат, вот и все. Игнатий Тихонович, можно вас спросить, я еще, смотрите, а вот если, ну, вот если будет, вот как я, например, вот время, вот раз, и все, Нью-Йорк рухнет, и все, ему будет кранты, и все, это денежная система, и, ну, и как бы получится, что вот мы посмотрим все, что это Нью-Йорк, вот вы как к этому отнесете? Никак, вы ее на 7 гор не посадите, это первое, этого быть не может, потому что она не являлась Римом, третьим Римом, она не может быть, сжечь ее могут быть, но в Рим она не превратится, она в Руи превратиться может, в Рим она не превратится, а Рим это Вавилон, Вавилон, это все понимают, как и отцы так. Ну, мы знаем, например, Сеатл на 7 холмах, тоже там в США, вы сейчас про Нью-Йорк говорите, про Нью-Йорк, пожалуйста, про Нью-Йорк. А вот, а в Вашингтон, там не очень далеко от Нью-Йорка, столица, Вашингтон, Ди Си, не штат Вашингтона, а столица, а он как бы, а там вот эта песня Белый дом, это же вообще код Капитолия, насколько я слышал. Вы назовите у американцев хотя бы одного, там, я не знаю, политика, или религиоведческого деятеля, чтобы Вашингтон или Нью-Йорк назывался Римом, Третьим Римом, Третьим, как у русских, чтобы сказали, а Четвертому не быть. А Третьем Риме ничего в Библии не сказано. Да это один и тот же Рим. Ну, смотрите, Рим, как бы, был, как вот тогда, он, это как бы были провинции, это как власть над миром, то есть я понимаю, вот этот Рим, сейчас у США, как бы, практически над всем миром власти, не так или иначе, ну, давайте, дальше не буду, еще, я забыл сказать вам, о вино блудодеяния, вот, например, все, можно понимать блудодеяния, как, например, секты, тоже же можно так понимать, вот эти, брухлинское движение, там, и вот эти, потом, церковь Христа, там, бостонское движение, вот эти, пятидесятники, неохаризматы, все, там, сколько тысяч сект, они все пошли из США, практически, практически, каждое, вот это, что мы сейчас имеем, кроме, вот этот, ботистов, вы говорили, там, он англичанин, и в Англии, они, насколько, я все сказал, время не тратить, дальше ничего не надо, понимаете, понимаете, как понимаете, ну, это к сенсению не относится, дорогой мой, вы по делу, по делу, говорите, что есть, пожалуйста, тема закрыта, закрыта, все, все, будем заканчивать, вас нельзя, к этой теме не возвращаться, закрыли, мы бы поделились мнением, ну, и все, слава богу, нельзя ли на камеру выключить, у меня 5 минут личного вопроса, они, все, можно, договорить, можно, Игнат Духанович, игнат Духанович,